Тема очень короткая, но ёмкая. Нам надо будет освежить какую-какую информацию по маршрутизации и разобраться со статическими маршрутами. Они нам пригодятся в домашних работах и, что самое главное, это в практических наших работах. Давайте напомним некоторые вещи, а именно меня интересует вот что. Мы вспомним, что маршрутизатором называется устройство, у которого более двух IP-адресов. Это важно. Не физических интерфейсов, потому что у меня маршрутизатор может быть технически. Вот маршрутизатор, и у него один Ethernet-порт. Но я могу там настроить транк и в разных VLAN-ах поместить разные интерфейсы. И у меня здесь этих IP-шников будет несколько. И, соответственно, несколько сетей. Если их там несколько, то я могу обеспечивать маршрутизацию. Я вам более того скажу, я могу на одном интерфейсе L3 либо VLAN-ом повесить несколько IP-адресов. Несколько, прям разных. Там 10.001 и какой-нибудь 192.168.1. И мне ничего не мешает это сделать. Это будет два разных IP-интерфейса на одном физическом интерфейсе или на VLAN-ом интерфейсе. Что необходимо знать маршрутизатору для того, чтобы пакет переслать? Самое главное, это адрес назначения. Возьмет он его откуда-то из пакета, который примет. Согласны, да? Посмотрит IP-адрес назначения. Дальше его нужно куда-то отправлять. Вот тут важно, чтобы куда-то что-то отправлять, нужно иметь эти знания о тех сетях, которые где-то находятся. То есть конкретных, специфик сетях, то есть каких-то конкретных, либо вообще там шлюз по умолчанию. То есть все, все шлем туда. Ну и когда у вас таких маршрутов много, если у вас есть, например, несколько путей, то есть если у вас есть маршрутизатор, другой маршрутизатор, за ним сеть, вот у вас есть три пути, то должен быть способ выяснить, а какой из этих путей лучше в общем-то. Потому что нужно однозначно для себя решить, куда отправлять. Поэтому нужно иметь способ найти наилучший путь. Источники маршрутной информации. Частично с ними вы уже познакомились. То есть вы знаете про непосредственно присоединенные сети или еще мы их называем Direct. То есть это если к маршрутизатору сеть технически настроена на его интерфейсе, он про нее знает. То есть она попадает в таблицу маршрутизации. Вот она. Статические маршруты. Это те маршруты, которые мы отписываем руками. Я не знаю, мы, по-моему, где-то уже отписывали маршруты по умолчанию, если мне не изменяет память. То есть 4 0, слэш 0. То есть которые говорят, что нужно отправить все. То есть их администратор вводит руками. В будущем мы с вами познакомимся с протоколами динамической маршрутизации. Когда можно от соседних маршрутизаторов некоторыми способами узнать о удаленных сетях. При этом возникает вопрос, как эти маршруты между собой взвешивать. То есть мы знакомились уже с понятием метрика. И оно сейчас начнет обретать все больше и больше смыслов. Особенно, когда мы с динамикой начнем работать. То есть когда мы работаем в рамках одного источника, например, статические маршруты, я могу задать два статических маршрута. Одному метрику побольше, другому поменьше. Если они одинаковые, значит срабатывать будет тот, у которого метрика лучше. У которого она меньше в данном случае. Точно так же будут поступать протоколы динамической маршрутизации. Ну а когда они будут пытаться попасть вот сюда в таблицу маршрутизации, надо как-то сравнить между собой маршруты из разных источников. Но они же неравнозначные, да? То есть это разные источники. Поэтому есть вот это понятие AD, административная дистанция. Административная дистанция, это и есть понятие административная дистанция, AD. Просто у других производителей оно может называться несколько иначе. То есть у Huawei, у Juniper, например, это называется preference. То есть как приоритет, да, можно сказать, предпочтение. Адмистративная дистанция. Вот здесь в колоночке выделены эти числа. Это вес источников, проще говоря. То есть для connected interface у Cisco это будет ноль. Это означает, что вот эти вот маршруты, которые непосредственно присоединены, они имеют наибольший приоритет для системы. То есть если есть интерфейс присоединенный, а будет считать, что это, ну маршрутизатор будет считать, что это наиболее приоритетный источник маршрутной информации. Ну логично, мы же в него включены, да, то есть вот. Хотя технически это может быть не так. Технически вы, может быть, включены в сегмент, у которого протяженность, не знаю, тысячу километров. Да, это какой-нибудь узенький линк, да, для какого-нибудь мониторинга. Вот, и ходить на самом деле надо с другой стороны. Статические маршруты. Это единичка. Это следующий приоритет. То есть статика, она такая лучшая, лучшая, лучшая практически. Одна из самых лучших. То есть то, что вы задали руками, перебивает все остальное с дефолтными настройками. Вот эти числа, их можно менять. Они подвижные. То есть их можно конфигурировать. То есть можно увидеть железку, у которой они сдвинуты. Ну, статику и директ маршруты никто обычно не меняет. Но для протоколов динамической маршрутизации их могут менять. Потому что иногда нужно, чтобы один протокол выигрывал другой. Ну и какие нам еще будут важны числа в будущем? Мы будем работать с протоколами ОСПФ, EGRP и разными видами BGP. И вот эти административные дистанции нам тоже пригодятся. Зачем мы это здесь обсуждаем? Чтобы вы понимали, что когда вы статикой вбиваете маршрут, вы точно начинаете выигрывать у всех динамических протоколов. Но я отмечу, так только нацистский работает. То есть у других вендоров может быть по-другому. Это, кстати, потом создает проблемы. Ну и таблица маршрутизации. Основа отладки. Поэтому мы ее обсуждаем. И когда вы будете делать работы практически, самое главное, на что нужно обращать всегда, это, конечно, таблица маршрутизации. Если маршрута нет в таблице, либо не работает интерфейс, либо вы неправильно задали маршрут, либо он не попал в таблицу маршрутизации по каким-то причинам. То есть прежде чем что-то пинговать, нужно убедиться, что в таблице маршрутизации присутствует ваш маршрут. Напомню, что там у нас есть сеть назначения, ее маска, шлюз. Но тут понятие шлюз, наверное, плохо. Я бы сказал, что это любая точка, через которую вы попадаете в удаленную сеть. Потому что может быть не указан шлюз, может быть не указан IP-адрес, может быть ситуация, когда у вас маршрутизаторы связаны каким-то каналом. Ну вот раньше были такие серийные интерфейсы, то есть всевозможные E1 и так далее. И там не надо было писать, что как бы пересылай пакеты на такой-то IP-адрес. Можно было просто написать, засылай их в интерфейс Serial 00. Понимаете? То есть вот такая запись была. То есть шли их в интерфейс. Потому что это интерфейс точка-точка и там никого, кроме вот этого соседа, больше нет. И более того, там даже MAC-адресов нет. Понимаете? То есть туда как бы деваться некуда. Просто будут пакеты инкапсулированы, сложены и отправлены на ту сторону. Там маршрутизатор их разберет, увидит, что это пакет в какую-то другую сеть и будет по своей-то вылиться маршрутизацией куда-то отправлять. Поэтому не всегда там можно увидеть шлюз. Вот. Ну и можно указать метрику маршрута, да, то есть или ее рассчитает протокол динамической маршрутизации, если он у нас работает. Если он не работает, и мы делаем это руками, то мы укажем метрику, если это будет необходимо. Ну, чаще всего метрику где приходится указывать? Если у вас, например, вы статикой отписываете два маршрута, и у вас вот такая ситуация, их два. Вот. И тогда есть желание указать одному метрику какую-нибудь побольше, второму метрику поменьше. Вот. И тогда у нас работать будет именно тот, который лучше. Понимаете, да? То есть, чтобы осуществить выбор. В будущем мы с вами поговорим, что, ну вот у ЦИСКи, если у вас два статических маршрута с одинаковой метрикой, то будет работать балансировка нагрузки, да, автоматически система перейдет в балансировку нагрузки, то есть она будет отправлять часть пакетов туда, часть туда. В зависимости от того, как настроено данное оборудование. То есть, есть разные методы балансировки. Есть методы балансировки per packet. Это означает, что один пакет в один линк, другой в другой. Но это очень плохо, на самом деле. Это плохо, потому что поток от какого-нибудь вашего устройства, он начинает размазываться между двумя линками. И потом не факт, что он соберется опять в той же самой последовательности, ну, например, вот в эту сеть. Понимаете? Да? Вот. Поэтому есть метод балансировки, который, например, называется pair flow. Это означает, что по какому-то хэшу IP-адреса будет вычислен хэш, и часть пакетов, которые отправлены от одних IP-адресов, будет отсылаться в один линк, часть в другой. С какой результативностью, это другой вопрос. Если у вас хостов очень много, за маршрутизатором, вот тут, допустим, R1, то эта история будет происходить эффективней. Но если мало, то, естественно, менее эффективна. Но вообще, конечно, на практике используют вот эту балансировку pair flow. Если мы говорим о какой-то реальном применении, pair packet, это очень плохо. Вот. Это что касается, что касается балансировки. Кстати, когда мы будем с вами говорить об этом в плане маршрутизации, динамической, мы будем балансировку называть ECMP, Equal Cost Multi Pass. То есть, много путей с одинаковой стоимостью. Это чуть-чуть забегая вперед. Итак, пример таблички маршрутизации. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У меня есть некий маршрутизатор. Вот он. Он включен через другие маршрутизаторы в две сети. Ну, еще у него есть две линковки. Согласны? Линковки, вот они. Раз и два. Connected, да, сети? Да, рекли-connected. И здесь почему-то не отображено. У них будет административная дистанция ноль. Кстати, вот эти вот расшифровки, они вот тут приведены. Видите? Поэтому, если вы не уверены, что за строчка у вас, что за протокол это, что за история, можно подсмотреть сверху. То есть, когда вы выводите таблицу маршрутизации в ЦИСКе, в маршрутизаторе, в коммутаторе, вы видите сверху описание типов этих маршрутов, что это за протоколы. И настроены у нас статические маршруты. Статический маршрут на сетку 10.1.0.0.16 через 10.1.3.1. То есть, 3.1. вот здесь, сетка 0.16. вот здесь. Вот эта запись. Ее добавил администратор. Соответственно, будем попадать в сетку Сетка 10-200-1-1, слэш-32, обратите внимание, очень узкая, отписана на 10-1-3-1 тоже, тоже в эту сторону, то есть тоже статика. Ну и сетка 10-200-1-4, она отписана вот в эту сторону, на сторону 1-4. Их добавил руками администратор, и поэтому у него вот такая вот видимость в таблице маршрутизации. Вопросы? Отлично. В очередной раз обращаю ваше внимание пристальное. Есть схема L2, сейчас цвет поменяю, а эта схема L3. Что мы будем настраивать? Вот они наши филиалы, вот они наши L3-коммутаторы. Обратите внимание, на L3-схеме остались только L3-устройства, согласны? Здесь уже никаких у нас L2-вещей, они просто пропали, они здесь не нужны. Что мы будем делать? На наших L3-коммутаторах нужно настроить маршрут по умолчанию, который будет смотреть на наши маршрутизаторы. Давайте я приближусь к этой истории, чтобы было получше видно. Ну на примере, ну наверное 60-й не очень удобный пример. Вот тут 90-й с примерами, мы от него будем отталкиваться. На коммутаторе должен быть маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора, согласны? Иначе он не будет знать, где же эти сети 70-е, 80-е и 90-е, согласны? Вот она эта команда IP Road и на определенный адрес. Опять же не путайтесь, адреса здесь для каждого свои. Да, это пример для меня, понятно? И вторая команда для маршрутизации со стороны SVL 3.2 на опять же маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора. Вот эти IP-адреса нужно посмотреть по своей схеме и определиться. У каждого они тут будут свои, примерно одинаковые, но для каждой сети свои. Теперь обратная история. Нашему маршрутизатору, он, кстати, у многих возник вопрос, а что это я не могу к нему подключиться по сети, да? Вот тут у нас какие адрес получается, 7.2, да? Вот, почему я не могу до него подключиться? Вот ваш компьютер сейчас находится где-то здесь, согласны? Вот, вот у вас пошел пакет, он попал на L3 коммутатор. L3 коммутатор для него, вот эта сетка, да, рекликоннект, согласны? Он про нее знает, он сюда его пошлет, он даже придет сюда, но маршрутизатор вам ответить не может для сети там 10x00. Он не знает, где эта сеть. Он не может вернуть пакет, потому что не знает. Пока вы не пропишите маршрут для вот такого блока сетей. Этот блок сетей это 4 сетки. Нетрудно понять, что это нулевая, первая, вторая и третья сеть, согласны? Каждая из них 24-я, все вместе четвером они соберутся в 22-ю, согласны? Это возможность записать этот маршрут более гибко. Так как у нас за каждым маршрутизатором живут наши сети, и мы не знаем, какой из них, в какой момент является по VRRP мастером, мы отписываем эти маршруты с обоих сторон, согласны? Вот они эти записи. То есть мы отдаем... Так, стоп, а я не вижу этих записей. Здесь знаете, чего не хватает? Здесь не хватает вот таких записей. 10, 90, 0, 0. Ну тоже маска будет 252, 0, да, я вот так запишу. И 10, 90, 7, 1. Согласны? И также 10, 90, 0, 0, 252, 0. Я последние два актета пишу, понятно, да, чтобы просто не тратить время. 10, 90, 7, 5. Понятно, да, что вот эта история, это вот отправить вот этот блок сетей, вот этот блок сетей на IP-адреса наших электрикомутаторов. Ясно? Окей. И остается у нас, что надо отправить вот этих товарищей, все остальные сети в правильном направлении. Направление мы выбираем, естественно, сами. Вот. В моем случае это будет вот так. Я сетки 10, 60, 10, 70, 10, 80 отправляю на адрес 8, 9, потому что у меня вот здесь вот эта линковка между 90 маршрутизатором, это вот эта линковка, вот он адрес 8, 9. Мне сюда надо пересылать эти пакеты. Понятно? Почему именно сюда? Потому что я администратор, я посмотрел на свою схему и статические маршруты распределил именно так. Мог использовать вот этот верхний линк, но я решил вот так в данном случае, в этом особенность статической маршрутизации. Вы сами определяете политику того, куда что вы будете пересылать, и сами за этим следите. И более того, сами ручками это настраиваете. Я тоже вижу 8, 9, все нормально. Итак, ребята, что должно получиться? Вы сейчас все настроили маршруты на друг друга, правильно? Это означает, что я со своей этой филиальной сети должен получить доступ ко всем другим. Например, к 60-м. Там у нас есть компьютеры наши, они же отвечают вам, правильно? А вот мне не отвечают. Что делать? Наверное, делать вот что. 10, 60, 1, 10. И вот теперь я могу увидеть, что это мой L3 коммутатор, это мой маршрутизатор 7, 6. Согласны? А дальше мне никто не отвечает. Очевидно, нет. Кто-то ответил. Смотрите, 8, 9 ответил. 8, 9 это кто? Это маршрутизатор 80-х. А потом какой-то провал. То есть, либо 8, 9 не отправляет их, либо 70-ка не отвечает. Соответственно, там где-то по трассе проблема. С ней надо разбираться, потому что я бы хотел, чтобы со всех сетей, в другие все сети был доступ. Но то, что, например, у нас в 80-ке отвечает, говорит мне о том, что я должен увидеть компьютер в блоке 70. Посмотрите. Вот обратите внимание, теперь трейсроуд стал немножко более осмысленным. Как только у нас устройств стало больше, сетей стало больше, это мой L3 коммутатор, это мой маршрутизатор 90-е РО, это 80-е РО, это SVL3 1, 80-х. Это сам хост. Это сам хост. Вот теперь видно, что все работает. А вот здесь не работает. И у меня вопрос, почему? Пока все всех не пинганут и не потрейсят, я не буду доволен. О, смотрите, интересная ситуация. Петля маршрутизации. Посмотрите. Вот это очень плохо. Это означает, что сейчас кто-то настроил в одну сторону, кто-то в другую ошибочно. И мои пакеты, вот так вот два маршрутизатора между собой гоняют, пока не истечет ТТЛ и он не умрет. Чем это плохо? Как вы считаете? Если вдруг туда пойдет большой трафик, он завалит эти два линка, он будет метаться между ними и сеть в этом месте встанет. Типичная петля маршрутизации. Ошибка. Тридцать прыжков прошло все. Тридцать прыжков прошло, потому что программа наша отсылает до тридцати. Если я пошлю нормальный пакет, он сейчас будет между ними метаться, пока не умрет при исчерпании ТТЛ. Это плохая ситуация в плане маршрутизации. Ищите ошибки, господа. Так, кто-то что-то починил, и я даже увидел результат. Я увидел... Ох ты, я 60-х стал видеть. Смотрите-ка. Как хорошо. Я вижу. 60-ый отвечает. Так, мой L3 коммутатор. Это 90-е РО. Это у нас получается 80-е РО. Это 70-е РО. Это... Это SVL 3.1. А нет, подождите. А почему мы проскакиваем один? Это у нас РО. Это у меня маршрутизатор SVL 3. Так у вас же по идее 60-е. Мы идем с вами по вот этому линку, который мы с вами описали. Вот эта линия, да. Вот как мы ее описали здесь, мы так по ней идем. Ну, по крайней мере, если вы все так настраиваете. Я здесь никаких команд не давал ничего использовать, потому что нужно, чтобы оно все работало вместе. Итак, давайте еще раз посмотрим на наш трейс. Нету нашего адреса. L3 коммутатор. Нет, подождите. Давайте по порядку. Вот это вот, это 90-е РО. Это 80-е РО, 8-9. Проверяем по схеме. Да, да, это 80-е. 70-е нету. Давайте смотреть. 8-9. Следующий у нас 8-17. Кто такой? Кто перепрыгивает. Кто такой 8-17? Вы получается 70-х пропускаете и с 80-го. Кто-то на 80-ке отписал маршрут вместо в сторону 70-х написал маршрут вот сюда. Я туда два. Ну, смотрите, потому что вы все правильно отписали, работает это следующим образом сейчас. Вот вы с 80-ки, мои пакеты, вот они от 90. Давайте возьму другой цвет какой-нибудь, чтобы было видно, что мы... Давайте зеленый. Вот, вот. Мои пакеты идут вот так. Вот так. А когда они возвращаются, они идут вот так. Потому что вы по-разному описали эту логику. Ну, вот. Говорят, что поправили. Вот. Вот теперь похоже на правду. Понятно, зачем трейс роут нужен? А я сейчас вам скажу, что я хочу сделать. 90-е тушат вот этот интерфейс. Так, стоп, 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 подождите. И 60-е тоже. 60-е тушат вот этот интерфейс. И я хочу, чтобы вы починили, чтобы все работало. Вот это тоже самое техничная картина, как у меня было настроено. Мне надо будет просто настроить туда, чтобы он перепрыгивал 70-е. Что настроить туда? И получится на переворке 70-е. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте остановимся и тогда обсудим ситуацию. Потому что я вижу, что полного понимания нет. Сейчас очень сразу же будут шапкозакидательские решения. Для 90-х все просто. Надо будет переписать эти маршруты вот сюда и тогда они пойдут во все свои сети. Для 80-х все несколько сложнее. Потому что, когда вы вот эти свои маршрутики отпишите вот сюда, вы забудете про то, что 90-е вот в эту сторону лежит и связи с 90-ми не будет. Поэтому вот этот маршрут тоже надо сюда прописать. Вот тут, да. Вот тут, ага, да. Адрес надо оставить 70-м, чтобы у меня связь осталась. Не, ну вот он остается у вас. Например, 60-е я могу наверх записать. Вот, отличная идея. 70-х надо оставить снизу. Да, прекрасная идея. 70-е должны остаться здесь, потому что иначе мы с ними потеряем связь. Что сделают 70-е? Они вот эту свою штуку должны перетащить вот сюда. Согласны? И у них по улице 70-е прыгает на 80-е, а потом на 60-е, а потом на 90-е. Да, как должны поступить товарищи здесь? Давайте моделировать. 90-е, очевидно, должны переехать на вот этот линк, да? А 70-80 должны переехать на вот этот. Согласны? Вот я хочу, чтобы вы потушили. 60-е и 90-е, справитесь с тушением этих двух интерфейсов и почините маршрутизацию снова. Ну, 70-й к вам, и вы его потом будете на 60-й бросать. Да, 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 да. Я думаю, здесь важно не в этом, а важно в том, чтобы понять, что когда у вас сложная топология, управлять ее с помощью статической маршрутизации крайне тяжело и неудобно, и сложно, и вы ошибаетесь. Итак, мы должны сейчас увидеть, что у нас все прекрасно работает до всех наших точек, правильно? Все все настроили. Итак, до 60-х восстановилась связь? До 70-х? Все четко, идет, нормально. Есть. И 80-е? Тут вопрос такой, почему у вас так быстро трассировка проходит, а у нас не есть? А потому что я использую ключик D. Давайте сейчас кратенький дебрифинг по поводу того, что получилось. То есть мы с вами сломали сеть, изменили логику ее работы. Основное, что нужно было из этого вынести, что статическая маршрутизация крайне тяжело отлаживается, и это сложно делать вручную. Легко ошибиться, легко неправильно настроить интерфейс, легко неправильно построить логику работы. Но у вас вариантов особенно нет у других, мне кажется. Потому что если вы будете работать в IT, вот я еще раз скажу, что есть два стиля работы. Стиль работы, у нас нет никакой проблемы, у нас все здорово. И здоровый стиль, это когда, если вдруг у вас не работает, а IT это деньги. Поэтому либо вы покупаете услугу, и вы хотите, чтобы она побыстрее начала работать и приносить вам деньги, либо вы ее продаете, и вы хотите, чтобы человек побыстрее ее принял и начал платить вам за эту услугу. Это всегда так работает. Вот. Вы оба заинтересованы в том, чтобы справиться с проблемой быстрее. И здесь вы должны учиться работать в какой-то команде, и не типа я свое задание вбил, мне все равно. Да, то есть вот. Ну, у нас немножко в нефтегазовой отрасли все по-другому. Да, то есть нам всегда кажется, что ну я вот свою работу выполнил, и мне все равно. Но вы всегда предоставляете кому-то услугу. Все равно. Там, не важно, пользователям, не важно, телемеханика это или еще что-то. И вы должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее разобраться в возникшей проблеме. Чем быстрее вы ее решите, тем быстрее вы освободитесь, займетесь другими делами, как минимум. То есть сэкономите время. И что я сделаю? Сделаю я вот что. Ну, вернее, я хочу, чтобы вы сделали вот эту историю, и мы с вами обсудим, что произойдет. Я бы хотел потушить вот эти линки. Вот тут, вот тут, вот тут. И на 90-м. Я сейчас сам это сделаю, собственно, наручно. У меня вопрос. Сломает ли это что-нибудь или нет? Не сломает, потому что у нас между двумя там латерами и отчетами. То есть не должно сломать, правильно? Вы имеете в виду, что трейсер будет проходить? Да, должен проходить. Да. Знаете, какой вопрос пока? Давайте обсуждать, что случилось. Возвращаемся к схеме. Хорошо. Я выключил вот этот линк. Вот здесь. Вот я его потушил. Вот этот линк. Включен? Нет, включен. Здесь все живое. Здесь все работает. 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 По идее, он должен тогда перебрасываться через... Почему он должен? Кому он должен? Мы смотрим с точки зрения... Давайте посмотрим на это с точки зрения L3. Итак, я сейчас, наверное... Что именно 90-03, то есть L3 коммутатор, он не может туда попасть. Заданный узел, то есть для него недоступен L3. Мы сейчас все так настроили, казалось бы, что у нас все должно... Ничего не должно было прерываться. Согласны? Я потушил вот тут линк. Кто мастером является по VRRP? Это означает, что с наших четырех сетей все пакеты летят к нему. Правильно? У него маршрут по умолчанию отписан вот в этот линк, который лежит. Да он не знает, куда слать эти пакеты теперь. У него нет маршрута. Ну, да, можно, конечно, переписать сюда в сторону. Ну, тогда вопрос, а как вы определите, какой из них будет работать именно использоваться постоянно, а какой не постоянно. То есть я потом вот здесь порву, например, линк. Ну, вместо вот этого, вместо линка вот здесь вот, да, первого порву второй. А если L3 коммутатором одинаковые приоритеты задания? А я могу это решить, например, вот так. Смотрите, IP-роуд 0.0.0.0.0.0.0.0. И на 10.90.0.2. Это ведь SVL 3.1, согласны? Я еще, знаете что, я ему еще и, наверное, метрику задам. Я ему задам вот такую десятку, чтобы он был не такой у нас бодрый, как первый. Так, и надо проверить наш трейс. Пойдет трейс? Должен. При этом, при этом, ситуация здесь следующая. Если я сейчас интерфейс FA-1.0.10 верну, вот, то вот этот маршрут, он с таблицей маршрутизации пропадет. Давайте, do show IP-road. Смотрите. Вот этот маршрут, видите? Сейчас он активный. Если я его сейчас интерфейс наш апну, no shot, 10, да, то, о чудо, а нет, не поменялось? Нет, вот, смотрите. Видите, какая смена? Что случилось? Что произошло? Нет, никакого мастера не поменялось. У нас, на самом деле, теперь два маршрута по умолчанию. Один вот сюда с метрикой 10, один вот сюда с метрикой обычной. Ну, я не знаю, она единица, наверное, равна. В результате получается, что когда у вас вот этот интерфейс в аппе, у вас активен вот этот маршрут. Вот сюда. Да. А когда он падает, то появляется вот этот дополнительный. Вот. Если вы хотите увидеть их оба, то, ну, поступить можно по-разному. Do show run. Посмотреть, например, config include road. Да, то есть, посмотреть наши команды, которые мы вводили. Вот они, да. Вот. Ну, или можно, например, убрать метрику, и тогда они оба будут активны. То есть, я могу его переписать. Ну, вот таким вот образом, например. А будет другая туда, где приоритет будет? Да, включится балансировка. Я вам сейчас это и хочу продемонстрировать. Show IP road. Вот балансировка. Видите, их оба сразу два. То есть, вот они балансируются. Но не всегда это удобно. Я лишь говорю о том, что не всегда, когда маршрут у вас есть в конфиге, он у вас появляется в таблице маршрутизации. Условия могут быть разные. Если он не выигрывает по тем или иным причинам, по административной дистанции, по источнику, по метрике, он может там и не появиться. Но вы видите опять, мы опять отстроили прекрасную схему и опять наступили на грабли. Это опять же о том, что когда вы делаете статическую маршрутизацию, то нужно очень хорошо понимать, как у вас трафик ходит. Чтобы вы знали, что при каких разрывах, куда его завернуть. Чтобы вы себе могли отстроить вот эти вот запасные пути. Поэтому статика это сложно. Поэтому, ну сложно, не очень удачно. Поэтому мы с вами сейчас займемся динамикой. Субтитры создавал DimaTorzok